Клэббэй Сундбэ в шоке, мы совершенно забываем, что Большунову 22, НРК, Норвегия. Миколе Милео Сирут, НРК, Норвегия. 19 марта 2019 года. Александр Большунов взял 4 серебра на чемпионате мира, выиграл забег на 50 километров в Хольмен-Колине и добился хороших результатов в спринте, будучи всего 22 лет утраду. Знаменитые норвежские спортсмены обеспокоены, что же будет дальше. В индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем Мартин Янс Руд Сундбэ, Мартин Янс Руд Сундбэ, пришел вторым, уступив россиянину. Он лидировал, пока Большунов не пересек финишную черту как последний стартовавший. После этого оказалось, что Сундбэ отстал на 8,9 секунд. На это время Большунов оторвался за последние 5 километров. Это была мощная гонка. Идя к финишу, Большунов выжил все, что мог. И, очевидно, это сыграло большую роль. Тогда Сундбэ бросился к победившему его россиянину. Этот лыжник клуба Рюа, Руа, поднял обе руки и поклонился, всем своим видом выражая уважение российскому победителю. Мы забываем, что ему 22 года. Он бежит так, словно ему 28 или 29. Словно он уже на вершине карьеры. Сегодня он показал исключительное лыжное мастерство, говорит Сундбэ, имея в виду, что победить в таком возрасте на 15 километрах в Луне, это просто отлично. Но так показать себя в 22 года в забеге на 50 километров, как он сделал на днях, это просто огонь. Ничего не могу об этом сказать, когда Сундбэ спросили, каково ему будет иметь дело с Большуновым в ближайшие 5 лет. Он рассмеялся. Я ничего не могу об этом сказать. Сдаюсь, говорит Сундбэ, продолжаю улыбаться. Это просто безумие какое-то. 22 года. Выиграл 50 километров, хорошо себя показал в спринте и еще здесь победил. Это так впечатляет. Ему ведь удается все. Вот что по-настоящему круто. Три недели назад он занял второе место на чемпионате мира на дистанции 50 километров. Затем выиграл полтинник в Хольмян-Колине, и здесь он снова победил, говорит Дедрик Тонсет. Дедрик Тонсет, который в это воскресенье в Луне пришел третьим. Вот что говорит о Большунове эксперт Энерко Фредерик Аукланд. Фредерик Аукланд. Норвежские парни должны тренироваться, ведь он то тренируется, ему хорошо даются множество разных дистанций. Это лыжник будущего. То, что мы сейчас видели, это только начало. Селен всю зиму Большунов показывает отличные результаты с самого открытия чемпионата мира в руке в ноябре. Он выступал практически везде. Он взял выходной, лишь после тур Диаски, когда чемпионат мира переместился в Дрезден. На гонках ЧМ в феврале и марте он взял 4 серебра и дополнил их впечатляющим результатом на 50 километрах в Хольмен-Колине. Если норвежские гонщики чувствуют, что уже подразрядились, Большунов, по его собственным словам, все еще не удовлетворен, ведь золото ЧМ он так и не получил. Как ему удается выступать везде и при этом показывать лучшие результаты. На этот вопрос Большунов ответил, что все желающие могут посетить тренировки россиян летом. Там можно посмотреть, что у нас за тренировки. Они реально жесткие. Вот почему у меня достаточно силы к концу сезона, говорит Большунов. Затем его спросили, удастся ли у Ханни Сухио с флоту Клэба, Яанниса с флот Клэба, когда-нибудь победить его на длинной дистанции. Если в программе по-прежнему будут 50 километров, то, пожалуй, ему меня не победить, говорит россиянин и радостно улыбается. В последние два сезона Клэба несколько раз вступал в поединки с Большуновым. Сейчас им предстоит серьезная борьба за желтую майку лидера, то есть за победу в общем зачете чемпионата мира. Это решится в грядущие выходные в канадском Квебеке. Клэба еще дальше, чем Сунтбю, заходит в своих предсказаниях насчет доминирования Большунова в ближайшие годы. На длинных дистанциях он лучший. А сейчас он начинает прогрессировать и в спринте. Становится очень трудно его победить. В ближайшие годы получить желтую майку будет тяжело, и в этот раз у меня, возможно, последний шанс. Мы должны попытаться воспользоваться этой возможностью в Канаде в выходные. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.